Приглашаем в Москву, район Чертаново. Одноименная команда здесь сегодня в рамках ЮФЛ-1 в 24-м туре принимает московских армейцев. Можно сказать, что нас ждет московское дерби. Появляются уже футболисты на поле. Совсем недавно ровно такое же противостояние было в ЮФЛ-2. Чертаново также играли с ЦСКА и команды сыграли 1-1. Серьезный ливень в московском регионе. Дождь не прекращается. И как следствие вот этого всего мяч застревает буквально в поле. Абсолютно такая же картина. Чертаново восьмые, ЦСКА шестые. Правда, разница между командами. Сейчас опасный момент. Так, и пенальти, и пенальти ставит арбитр. Вот это да! А! Четвертая минута только взяла свой старт, а уже мы видим назначенный одиннадцатиметровый. И в статистике, что в этом сезоне один пенальти уже реализовал. Восемнадцатый номер. Чертаново и реализовал второй. Вот, надеюсь, нам еще разок покажут, как там нарушал Владимир Шайхудинов. В динамике было очень сложно разобрать. Действительно ли фол случился. Но никто из армейцев не спорил. Арбитр сразу показал на точку. Нет никаких поводов не соглашаться с Владимиром Фаловым. Ну неужели Ваганов протиснется? Вы посмотрите, Ваганов все равно мяч отвоевал. Подача! Ух, как опасно! И ведь мяч остается в поле! Постоянно, ну как будто бы гвоздь, вот знаете, в штрафную соперника вбивает Чертанова этими заходами. Очень уверенно смотрятся все площади в исполнении армейцев мы видели. Ох, какая ошибка! Она в выходе! Так! Ворот Кирилл Фурман дает мячу уйти за лицевую. Передача пяткой. 2-1 по ударам в створ в пользу ЦСКА. Момент! А будет ли сейчас второй удар в створ от Чертанова? Момент! Гол! Не только удар в створ, но и мяч мы наблюдаем. Отличается Данил Ваганов. 2-0! Ну как же был активен 11 номер Чертанова? И там, и тут. И слева, и справа, и в центре. Везде, где можно обострять, там появляется Ваганов. Шайхудинов до мяча все-таки дотягивается, но это не помогает. 9 человек. Опасный момент. Удар на ворот! Ой-ой-ой! А нужно было делать счет 3-0. Шикарный эпизод. Сам себе придумывает. Егор Панков красиво развелся. Чувствуется, как хотят армейцы забить свой хотя бы единственный мяч до перерыва. Сократить отставание. Прострел! Арбитр показывает, что мяч уходит за лицевую. Удар от ворот. Так, ну и выговаривает судья Степану Евситину, чтобы тот так эмоционально не реагировал. Поэтому, собственно, и прозвучал свисток. Виктор Ле! Один против двух бьет! Рикошет! Вот это да! Владимир Задирака еще один сейф. Ну, посмотрите, Владимир Задирака, как только дело доходит до ударов, готовится исполнять навес. Подача! И можно прорвить слет от Задирака! Зарядил от души, очень хорошо положив мяч на подъем. Это вообще самый важный эпизод нашего матча. Вот этот отрезок в конце первого тайма. Удар через себя! Отворот! И завершается! Завершается наш первый тайм. Ничего арбитр не добавляет к основному времени. Роман Ткачук получает травму. Врезается он в рекламный щит и держится, по-моему, то ли за лицо, то ли за руку. Желаем здоровья капитану ЦСКА. Атака Чертанова. Включает свою скорость Егор Панков, убегает к воротам Панков! Хозяев это матч, который получил желтую. Виктор Ле, игрок ЦСКА, видел перед собой предупреждение в первые 45 минут, но сейчас отвечает. Армейцы вырываются, но Мархулия тут вот при такой игре, конечно, может стать автором голевой передачи. Удар, рикошет, моменты голы, 2-1! 53-я минута! Что становится определяющим вот этого успеха ЦСКА? А вот непонятно, случился там рикошет этот защитник? Да, спасибо большое моим коллегам. Еще разок смотрим. Возможно. Передача в штрафную. Скидка! Нет, пока нет передачи для удара Попов! Подача на ближнюю. На опережение сыграно. Шайхудинов и можно быстро разгонять атаку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это да! Пустые ворота! Мяч летит мимо! Попреждение футболиста ЦСКА, которое там случилось без какого-либо вмешательства футболистов Чертанова. Нарушения правил мы не увидели. Да, а теперь вот вспоминаем момент, когда мяч просто застревает в газоне. Пытается Максим в два. Хорош по спяткой! И дальше есть возможность для движения. Безусловно, будет отложенная желтая. Момент! Ох, какой момент! Так, ну что, судя по жесту арбитра, будет замена? Либо неправильно я здесь интерпретировал движение рукой от судьи. Это отодвинуть игру в самый важный отрезок матча в последние 15 минут. Отодвинуть игру в сторону чужих ворот. На желтую карточку получает Павел Попов за удар после свистка. Так, а сколько добавлено? О, так, друзья! А Павел Попов-то получает красную. Ну, а у ЦСКА тоже все впереди. Ничего фатального не случилось для армейцев. Они еще могут побороться и за первую тройку. Всем большое спасибо! Меня зовут Антон Никитин. Обязательно с вами еще встретимся. Пусть у вас все будет хорошо. Я вам искренне этого желаю. Еще раз Чертанова с победой. И пока-пока!